Иван, тетя и двоюродные братья Родная мама отказалась от полуторагодовалого малыша После того, как узнала, что у мальчика много врожденных заболеваний Именно тогда бабушка Ваня приняла решение Несмотря ни на что, бороться за жизнь внука Я просто видела, что он отстает в развитии Думала, что ребенок маугли, и мама им просто не занималась Думала, что все равно вытяну Надеялась на лучшее Ему годов три где-то поставили эпилепсию Подозрение на эпилепсию Потом начались приступы Это время бабушка Ваня вспоминает с ужасом Неожиданные эпилептические приступы Каждый раз серьезно пугали малыша И причиняли ему боль После обследования в городских клиниках Специалисты вынесли вердикт У Вани редкая и тяжелая форма эпилепсии При которой происходит серьезный сбой В развитии нервной системы На фоне наиболее тяжелой формы эпилепсии К ним относятся эпилептические энцефалопатии За этим словом скрывается, что эпилептическая Понятно, то есть разряды, которые возникают в мозге Не контролируются, приводят к патии То есть страдании мозга То есть мозг полноценно не развивается На протяжении пяти лет Ведущие городские и столичные специалисты Пытались подобрать схему лечения Чтобы избавить малыша от эпилептических припадков После каждого приступа Мальчик делал сразу несколько шагов назад в развитии Именно поэтому к своим 11 годам Ване тяжело контролировать свои эмоции Понимать, принимать нормы поведения А также осваивать речь Несмотря на это, бабушка мальчика Нашла нестандартный игровой подход к обучению Больше всего любимая игрушка У нас трех лет Детский компьютер Он разговаривает с ней Учится говорить Пока мужчина Три года назад уральским эпилептологам Удалось подобрать лекарство Избавившее Ваню от приступов И кроме домашних занятий с бабушкой Мальчик смог начать посещать коррекционную школу Теперь Ваня ежедневно занимается с преподавателями И учится таким простым, но важным для него вещам Быть независимым в быту Помогать бабушке по хозяйству И самое главное в его возрасте Находить друзей Как все дети, он так же любит играть Гулять любит Особенность у него такая То, что с ним дети не будут общаться Потому что он такой сам по себе Ну, плохо разговаривает И не может с детьми найти общие интересы Он меня понимает Если что-то я говорю ему Он сразу же прекращает делать Если что-то плохое делать Благодаря правильно подобранной схеме лечения Уже около трех лет Ваня не подвержен приступам Однако такую продолжительную ремиссию Специалисты могут гарантировать Только при условии постоянного приема импортного препарата Один пузырек с немецкими таблетками Бабушка, неработающая пенсионерка Вынуждена покупать за 90 евро И этого хватает лишь на один месяц Прервать курс лечения Даже на несколько дней опасно для жизни Поэтому бабушка Вани Каждый раз со страхом Пересчитывает оставшиеся таблетки Потерять малыша Который стал для нее сыном Женщина просто не вправе От него какая-то энергия идет Заряд энергии И потом, когда идет динамика Это же очень даже Это самое Ну, вдохновляет, что ли И, конечно, то, что вкладываются мои силы Это же тоже результат какой-то хотя бы низерный Но если я всех детей люблю А этот раз особый ребенок Тем более без родителей сирота Наверное, это И любовь к нему другая Для того, чтобы продолжить лечение И оплатить годовой курс Противосудорожного препарата Бабушке Ивана необходимо В самые кратчайшие сроки Собрать 56 тысяч рублей Эту сумму уральская пенсионерка Воспитывающая мальчика в одиночку Пытается накопить уже не первый месяц Однако помочь семье Ивана Приобрести жизненно необходимые лекарства Можем мы с вами Для этого необходимо Отправить смс-сообщение Со словом «Чудо» На номер 7878 С каждым смс вы жертвуете 50 рублей на помощь Ване И другим участникам телепроекта Ты ему нужен Оказать поддержку можно также Через интернет-сайт www.helpdefischildren.net Всю подробную информацию Об участниках телепроекта Можно узнать, позвонив По единому справочному телефону 8 800 119 29 Звонок бесплатный Для всех регионов России Даже самый скромный вклад Способен спасти жизнь Сегодня именно ты нужен Ивану Макарову Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...